Элементарно, Ватсон. Едва ли найдется человек, который не знает, кому принадлежит эта фраза. Шерлок Холмс – классика детективов. На страницах книг можно найти много гениальных сыщиков. Они видят этот мир иначе. Подмечают незначительные детали, выстраивают сложнейшие логические цепочки и раскрывают, казалось бы, самые безнадежные преступления. Но все это лишь вымысел писателей. А как все происходит на самом деле? Какая она – профессия следователя? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправляемся в следственный отдел нашего города. С детективными историями, о которых написано немало книг и снято фильмов, реальная работа следователя имеет мало общего. Но все равно профессия не лишена особой романтики, признается Александр Кораблев. Мужчина выбрал именно ее, потому что хотел помогать людям. Начиная с самого детства, я любил помогать людям. И профессия следователя заключается именно в помощи людям, потому что расследование уголовных дел категории тяжких и особо тяжких преступлений – это именно против половой неприкосновенности, половой свободы личности, против жизни и здоровья граждан. Потерпевшие являются простые люди, которым необходима помощь, защита правоохранительных органов. На страже закона Александр уже шестой год. В первое время работа была непростой, особенно с моральной точки зрения. Убийства, изнасилования и другие особо тяжкие преступления сложно было раскрывать, не пропуская трагедии людей через себя. Также неотступно за новичками следует страх обвинить невиновного. Но с опытом следователь матерее становится беспристрастным, приступает к делу с холодным рассудком. Работа происходит с таким контингентом, как опасные, особо опасные рецидивисты, которые хитрые, извилистые и просто так никогда ничего не скажут, как было на самом деле. Соответственно, следователь должен быть хорошим психологом, где-то пойти на уступки у этого контингента, но добиться своей цели и собрать доказательственную базу его виновности. Отдых и свободное время нашим следователям только снятся, если, конечно, у них остается время на сон. К примеру, Новый год Александр встретил за написанием протокола осмотра места происшествия. В ушедшем году служители закона успешно раскрыли около ста уголовных дел. В 2020-м – 86 преступлений. Даже свой профессиональный праздник саровские следователи встретят на своих рабочих местах. В этот торжественный день я хочу поздравить всех работников Следственного комитета России, всех следователей, ветеранов следствия, пожелать им здоровья, добра, благополучия семейного и, конечно, крепкого тыла и следственной удачи. Канал 16 поздравляет следователей с Днем образования Следственного комитета РФ. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.